Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 1814, 7 том. На каких-то конкретных житиях могли бы вы показать, что эти святые сами придумывали подвиги, в кавычках, себе? Ответ Игнатия Лапкина. Таких житий очень много, и я частично их использую, чтобы показать, что знание Писания обошло их стороной. От похоти плоти и от разжигания дано только одно, по-настоящему действенное, апостолам рекомендуемое лекарство, нестареющее и вполне безгрешное. 1 Коринфянам, 7 глава, 9 стих. «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Но стремящиеся к иному пути, который выдумали чернорисцы, прославляют свои пути, пренебрегая Божий путь, считая, что лучше разжигаться под шкурой или в норе подземной. И нигде нет намека на то, что если дать какие-то иные иноческие обеты, кроме крещения, то ты уже можешь теперь разжигаться, а жениться тебе уже нельзя. Все это от иного духа, но не святого, изрекшего это правило, к Коринфской церкви. Исайя, 55 глава, с 8 по 9 стихи. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Вородат. Память 22 февраля. Преподобный Вородат был родом из Антиохии. Избрав все подвиги созерцательной отшельнической жизни, он заключился сперва в одной хижине, а потом через несколько времени удалился на одну высокую гору и безвыходно стал жить в келье, которую сам соорудил себе. Эту келью преподобный нарочито устроил так, что по размерам своим она была меньше его роста, а потому он всегда стоял в ней сгорбившись, а лежал согнувшись. Келья была без окон, с одной только дверью, да и ту святой держал всегда закрытую, чтобы оградить себя от сторонних посетителей. А для проникновения внутрь келья и дневного света вместо окон он устроил в стене скважины, которые были так широки, что он никогда не имел в своем жилище защиты ни от дождя, ни от солнечного зноя. В таком тесном и неудобном помещении святой Вородат прожил много лет. Впоследствии, уступив убеждениям антиохийского епископа Феодорита, он вышел из своего жилища, но зато с этого времени стал носить одежду из сшитых кож, которая с ног до головы покрывала все тело его. И только около рта и носа для свободного дыхания в ней были оставлены небольшие прорезы. Не имея возможности в такой одежде ходить, преподобный постоянно стоял на ногах с воздетыми к небу руками и прославлял Бога. Таким образом, святой Вородат всегда пребывал в затворе. Он нес такой подвиг не для усложнения плоти, а для того, чтобы принуждать себя переносить телесные боли и тем смирять свою плоть. Так как он одержим был сильными страстями, и его постоянно разжигали пламенные, неукротимые похоти. Когда преподобный ради получения обещанной подвижником награды в вечности довел до изнеможения плоть свою, то отошел ко Господу и принял от него вечный покой. Об отшельнике некоем. Память 4 февраля. Через некоторое время отшельник встретил женщину, и после продолжительной беседы с нею от душевного невнимания своего был увлечен похотью. Придя затем под внушением дьявола в одно уединенное место в реке, он разумел, наконец, что впал в согрешение на радость своему врагу дьяволу. В отчаянии, что он опечалил духа святого ангелов и святых отцов, из которых многие, живя в городах, побеждали дьявола, отшельник намеревался броситься в речную быстрину, забыв, что Господь всегда готов прийти на помощь всем уповающим на него и желающим исцелиться от своих согрешений. Венедикт. Память 14 марта. Успокоившись, он увидел недалеко от себя множество растущей крапивы и терновника. Сняв с себя одежду, Венедикт нагим бросился в тернии и несколько часов валялся среди него, перенося сильнейшие ожоги всего своего тела. И так он продолжал делать до тех пор, пока не увидел, что он весь обливается кровью. Избавившись таким образом от скверных помыслов и блудной брани, он пламенно возблагодарил Господа. Яков постник. Память 4 марта. Но, зная бесовское прельщение, воздвигающее брань против плоти, и боясь как бы от излишнего милосердия и соболезнования к женщине не привести свою душу к вечной погибели, в течение двух или трех часов держал свою левую руку на огне, с твердостью претерпевая боль до тех пор, пока не отвалились суставы пальцев. Так блаженный боролся с дьявольским искушением, чтобы от нестерпимой боли ни один нечистый помысл не пришел ему на ум. Увидав, что сделал святой, женщина пришла в ужас. Женщина, придя к церкви, исповедовала все свои грехи пред епископом. Святитель, довольно поучив ее и видя, что она истинно покаялась, просветил ее святым крещением и отослал ее в женский монастырь. Так блудница сделалась невестою Христовую. Подвижническая жизнь святого Якова так прославила его, что ради пользы душевной к нему приходили из двадцати или тридцати монастырей иноки и клирики. И не только духовные, но и множество мирских людей стали приходить к нему, получали наставления в добродетельной жизни, и, сподобившись благословения и молитв его, возвращались со многою пользою для души своей. Когда осталась отраковица у святого Якова, дьявол, видя, что святой находится в пустынном, уединенном месте вдвоем с отраковицей, и, находя, что настало самое удобное время для его козней, воздвиг на подвижника бурю нечистых помыслов и скверного плотского вожделения, и так разжег его похоть, что святой муж, тот самый, который раньше не мог быть уловлен прельщением, посланный к нему с самарянами блудницы, тот, который ради сохранения целомудрия и чистоты сжег на огне свою руку, тот, кто сотворил многие чудеса и изгонял бесов, тот сильно был разжен блудную похотью, что, забыв страх Божий и свои многолетние постнические подвиги, и посланную ему от Бога благодать и силу исцелений, будучи уже в маститой старости, был побежден дьяволом и пал. Он изнасиловал девицу, растлил ее и свое девство, и, осквернив тело и душу, погубил все свои прежние постнические труды. Недовольно было для него сделать один грех, и он прибавил к нему еще более тяжкий, подобно тому, как поскользнувшийся с горы летит вниз, падая с камня на камень и разбиваясь, так случилось и со святым Яковом. Совершив один великий грех, он впал и в другой, больший и лютейший, усугубляя беззаконие беззаконием. Враг возбудил в нем страх, и он стал размышлять. Девица теперь скажет своим родителям, что я насиловал ее, и будет мне стыд и поношение, и я буду в большой беде из-за нее. Поддавшись на ущению Бесовскому, он убил неповинную девицу, думая скрыть от людей свой грех и избегнуть позора. Но на всем не остановился, и еще более предался греху, ибо тело девицы, которое он осквернил, и без милосердия убил своей рукой, не предал обычному погребению в земле, а бросил в реку. Таков плод горделивого самомнения, ибо если бы сей инок не считал себя святым и великим, добродетели, то не впал бы в такие лютейшие грехи, и не поругался бы враг над старостью того, кто в юности некогда победил его ухищрение. После сего дьявол стал низводить Якова, как связанного пленника, в последний ров погибели, в самый тяжкий из всех грехов, в Каинова и Иудина отчаяние. Старец, сидя в келье, не знал, что остается ему сделать. Сильно обличаемый совестью, воздыхая и предаваясь отчаянию, не смел он уже ни открыть уст для молитвы, ни обратить свой ум к Богу. Он задумал бежать в другую какую-нибудь отдаленную страну, и, оставив иночество, поселиться в миру и на старости служить миру и дьяволу. Выйдя из пещеры, он быстро отправился в путь, гонимый и волнуемый отчаянием, как сильную морскую бурью. Спустя немного времени Яков сотворил еще большие чудеса, нежели какие творил до согрешения. Иоанн Прозорливый, память 27 марта Некоторый инок подвязался во внешней пустыне, в пещере, питаясь трудами рук своих, непрестанно молясь Богу и преуспевая в добродетелях. Сознавая себя человеком, проводящим жизнь чистую и добродетельную, инок тот возгордился, стал считать себя человеком праведным и святым, и думал сам о себе, что он никогда уже более не впадет в грех. По божию попущению к иноку тому пришел однажды поздно вечером демон, принявший на себя вид красивой женщины, как бы заблудившейся в пустыне. Мнимая женщина-то, найдя двери пещеры открытыми, вошла в нее, и, пав к ногам инока, умоляла его пустить ее в пещеру, указывая на то, что уже настала ночь. Инок, сжалившись над женщину-тою, пустил ее в свою пещеру, не боясь соблазна, так как сильно надеялся на свои силы. Инок спросил пришедшую, откуда она идет и каким образом заблудилась в пустыне. Демон же, приняв образ жены, много беседовал с иноком, вызывая его на грех. Инок, слушавшийся вниманием, уже начал склоняться ко греху. После многих любодейственных разговоров и взаимного смеха, инок все более и более смущался мыслями. Пламя любодеяния разжигалось в нем все более и более, и он уже хотел совершить беззаконие, как вдруг жена та, громко закричав, исчезла, как тень из рук его, и стала невидима. Тотчас после этого в воздухе был слышен голос многих бесов, смеявшихся над иноком и укорявших его такими словами. «Возносящий себя будет низвержен, ты до небес вознес себя, и потому теперь низвержен до ада». Видя себя осмеянным, инок тот впал в отчаяние и, оставив свою келью и пустыню, возвратился в мир. До такого падения низвело его высокое мнение о себе. Афанасий Афонский. Память 5 июля. Некий брат, будучи отправлен отцом на послушание в мирское селение, прельстился по искушению врага плотским грехом и совершил блуд. Сознавший затем тяжесть греха, он отчаивался в своих помыслах и, возвратившись в монастырь, припал к ногам святого со слезами и рыданием и исповедал ему свой грех и отчаяние. Преподобный, научив его многими полезными наставлениями и убедив не отчаиваться в человеколюбии Божьем, приказал ему оставаться среди братьев в своем первоначальном послушании. Между тем, один из старцев по имени Павел, узнавший о падении брата и соболезновательном милосердии отца, роптал и на первого, и на второго. Брата он укорял за то, что он осмелился совершить столь скверный поступок, нарушивший обет чистоты, а отцу говорил в лицо, что несправедливо прощать такого грешника, но ему необходимо понести многочисленные и тяжелые наказания. Тогда кроткий отец, сурово посмотревший на ропщущего, сказал, Павел, смотри, что ты делаешь, за собой наблюдай, а не братья и грехи рассматривай, ибо написано, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10.12 С того времени, по Божию попущению, невидимый искуситель стал уязвлять сердце Павла стрелами скверных помыслов и разжег огнем сладострастия плоть его, и Павел не имел покоя в течение трех дней и трех ночей, весь, возгоревшись похотью плотского греха, так что даже стал отчаиваться в своем спасении. А что было хуже всего, так это то, что он стыдился даже открыть отцу свою борьбу. Зная духом об этом преподобный, призвавший Павла к себе, наедине беседовал с ним о некоторых монастырских делах. Путем беседы он понемногу привлекал Павла к исповеданию плотской его страсти. Тогда Павел, упавший в ноги отцу, рассказал ему свою беду и просил у него облегчения. Преподобный, преподав Павлу наставление не осуждать согрешающего брата, отослал его в послушание его. Другой брат по имени Марк, уроженец Лапсакии, жестоко обуревался такой же греховной плотской похотью. Придя к отцу, он исповедовал пред ним свою страсть и спрашивал у него молитвенной помощи. Развод, раздел имения и жизни Расходятся, как в море корабли, Похожие на червяков и слизней, А мыслят, что цари и короли. Какой же был характер у Рафили, У бабки Сарры и прабабки Евы, Своим мужьям послушные ли были, Измена не клонила ль их налево. А если бы прознали про развод, Эмансипация поутру утираясь, Вошли б в такой вираж и в поворот, Не назовешь который малость, шалость. Законы Моисея, шариата, В феминизации наручники сковали, И это минимальная расплата За обуздание женщины нахальной. Семья в миниатюре государства, Где муж глава, начальник, президент, За кафедру престол не надо драться, Адам не подарил ее, мой дед. Неравенство писание утвердило, Жене послушной и безмолвной быть, Характер, непокорство, сбросив в могилу, Мужьям же заповедано любить. Процесс бракоразводный, Ставший модным, Усугубляет бурю и крушение, Исправить дело можем мы сегодня. На беглецов надеть тугой ошейник, Страх Божий — это крепкая узда, Бог сочетал, сковал желавших брака, Измена истирает, как наждак, Через суды, убийства или драки, В разводе оставаться одному, Возможность примириться, как награда, Кто не женат, тот не попал в тюрьму, В жар ревности, сравнимый только с садом. 17 августа 2003 года Игла, Игнатий Лапкин, Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok